В первое воскресенье апреля в России отмечают День геолога. В Тюмени часть торжественных мероприятий проводят уже сегодня. Утром возложили цветы к памятнику Ирвье, а сейчас в ДК «Нефтяник» завершается праздничная церемония. Там находится и наш корреспондент Яна Пелеховская. Яна, здравствуй. Сколько человек сегодня получили награду и как геологи отметили праздник? Коллеги, здравствуйте. Праздник закончился примерно 20 минут назад. Напомню, сегодня в «Нефтянике» поздравляли всех тех людей, без которых Тюменская область в том виде, в котором она существует сейчас, очень тяжело представить. Это ветераны геологии, те люди, которые стояли у истоков отрасли. В зале также присутствовали представители правительства области, приехали делегации из Ханты-Мансийского округа, были даже гости из Ямала. Всего сегодня наградили 15 человек. Награды вручал Евгений Заболотный. И вот торжественная часть уже закончилась, но до сих пор здесь достаточно людно. Все потому, что этим людям действительно есть о чем поговорить, есть что вспомнить. И я предлагаю присоединиться к ним и послушать их воспоминания. Говорить трудно было или легко, я не могу, мне сравнивать нечем. Если бы я поработал где-то в других местах, на лесозаготовках, допустим. А так я... Но было очень интересно. Трудно, легко, не знаю, а было очень интересно. Потому что, когда ты видишь, постоянно видишь результаты своего труда, причем результаты, от которых зависит не только твое, или коллектива, или региона, благополучия всей страны, это дает такой эмоциональный подъем. Ну, а мне остается добавить, что день геолога был юбилейный, 50-й по счету. И вот буквально несколько официальных цифр. Так, по данным на 1 января, сейчас в регионе выявлено более 900 месторождений. И с начала освоения добыто около 12 миллиардов тонн сырья. Цифры, на мой взгляд, действительно поражают. Коллеги? Спасибо. На прямой связи со студией была наша коллега Яна Пелеховская.